Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и что-то чем больше новостей появляется об изменении Конституции, тем грустнее становится. Что не высказывание, то какой-то ор выше гор. Полное ощущение, что некоторые товарищи восприняли изменение Конституции как сельскую дискотеку. А можно следующий бузов поставить? Из каждого угла потекли предложения одно лучше другого. Начнем, пожалуй, с Константина Малафеева. Аудитория Царьград ТВ знакома с ним не понаслышке. Пытаясь защитить родину от агрессивных западных ценностей, Константин предложил внести в преамбулу Конституции формулировку. Мы должны прямо сюда внести семью, как союз мужчины и женщины. Это просто великолепно, что человек что-то там хочет менять в Конституции, выступает на ТВ, но при этом не видит разницы между семьей и браком. Мы сегодня провели опрос с москвичей. Абсолютно согласен. Так, причем и женщины, и мужчины. Да, именно наш корреспондент переспрашивал, вы вот именно в такое хотите формулировать? Да, потому что это естественно. Ммм, в такой же формулировке? Как замечательно. Интересно, а если бы этих же самых москвичей спросили, а мать-одиночка с сыном? Не семья? Два брата, оставшиеся без родителей. Каков бы был ответ? Ну понятно же, что он имел в виду. Главное, чтобы люди были не одного пола. Ребят, это, конечно, просто замечательно, что мы все все понимаем. Но Конституция – это главный закон страны, а не сочинение пятиклассника с не самыми удачными метафорами. И то, что вы отлично все поняли, вообще не аргумент. А то потом окажется, что у какого-нибудь очередного чиновника все деньги не в семье, а у родственника. А это разные вещи. Родственники – не семья. Господи, даже звучит бредово. Дальше – лучшее. Мы должны обязательно внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Их здесь нет. Даже интересно, почему. Давайте просто в Конституции напишем «Мы за добро и против зла». Больше, больше многозначных слов. Ведь это со временем принесет еще больше странных законов. И исходя из того, что их нет, мы ломаем годы, тонны бумаги, нервы. Мы детей из семьи забирают ювенальная юстиция. Или мы думаем, а как нам объяснить, что садомия – это плохо? Потому что у нас этого нет в духе. Круто. Конституция теперь прямо на бумаге должна закрепить дискриминацию определенных групп. Похлопаем. Главное – демократическое правовое государство вычеркнуть, и можно вообще все, что угодно добавлять. В семье, что главное – дети. Соответственно, вот эта многодетность при умножении семьи тоже должна появиться в преамбуле. И что это принесет? Ну вот появилось слово «многодетность» в Конституции, и как наша жизнь после этого поменялась. А, или мы просто все хорошие слова в преамбулу добавляем. Еще можно писать, что курение убивает, и пить за рулем нельзя. Это важно. Хотя, может, по старинке пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама. А что? Маму нужно уважать. Ты что-то имеешь против мамы? Добавь маму в Конституцию. В комментариях пишем хэштег «мама» – даешь маму в Конституцию. Ну и после всего этого, наверное, только ленивый не пошутил про рецепт борща в Конституции. Вот и я не удержался. Ха-ха-ха, шутка про борщ. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. А вообще, раз пошла такая петрушка, давайте что-нибудь в Конституции напишем и про динозавриков. Ну, хочу маленького трицератопса. Мы должны написать, что воспитание является обязанностью государства. Так, давайте уж определимся. То у нас ювенальная юстиция детей из семей забирает. А теперь государство должно воспитанием заняться. Никаких противоречий. Если государство воспитывает, то оно как раз-таки и должно вмешиваться в дела семей, которые делают это неправильно. Нет, патриарх Кирилл предложил. Давайте молиться, трудиться, чтобы в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть хранимая Богом родная земля, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Предложение, безусловно, хорошее. Осталось только понять, куда упоминание вставить. До или после Россия светское государство. Слава Богу, Россия светское государство. Или Россия светское государство с Божьей помощью. Это предложение в сети вызвало настоящую волну негодования. Но каково же было удивление комментаторов, когда оказалось, что в Конституции некоторых западных стран Бог упоминается. Шах и мат, атеисты. В этой ситуации меня очень радует довод. Видите, и на Западе такое есть. При этом, буквально две минуты назад, этот же самый человек призывал бороться с западными ценностями. Ну, садомия сплошная. Как удобно. Когда надо, а в Америке тоже. А как о гражданских свободах заговорили, у нас свой путь. Да что вы на Запад киваете? Вот, про свой путь тоже, думаю, пару строчек в Конституции начирикать можно. Ну, а по поводу есть гимни, хочется вспомнить, что гимн все же художественное произведение. У нас вон герб, двуглавый орел. Давайте в Конституцию что-нибудь о плоской земле внесем. И то, и то фантастика. С другой стороны, ну кому от этого хуже станет? Ну, будет бог в Конституции и будет. Те че, жалко? Только вот после первого предложения сразу же поступило и второе. Глава Центрального Духовного Управления Мусульман России ответил на предложение патриарха вписать бога в Конституцию страны. Он добавил, что также следует оговорить, как государство должно морально и материально поддерживать традиционные религии. Материально поддерживать. Окей. На всякий случай скажу, что из-за дефицита бюджета в Хакасии детские сады и школы в следующем месяце могут остаться без электричества. Денежков нет. А на питание школьников Омской области местный бюджет выделил аж по 5 рублей на человека. Ну, всем горячее питание. Но материальная поддержка религии, конечно, гораздо важнее. Член рабочей группы спортсмен-паралимпиад Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что основная религия России – православие, основной язык – русский. И вот она, вторая тема этого выпуска. Бурлаков, Исимбаева, Роднина – безусловно, выдающиеся спортсмены. Роднина и Исимбаева вполне возможно величайшие представители своего вида спорта. И члены рабочей группы по изменению Конституции. Вопрос – когда они стали знатоками права? Актеры, спортсмены, певцы – все в какой-то момент не просто интересуются политикой у себя на кухне, а ломятся в думу. Нет. Возможно, Илена Исимбаева – очень умная женщина. Но у нее точно достаточно знаний, чтобы менять главный закон страны, на основе которого будут строиться и все остальные законы. Конституция – это не пожелание в открытке к юбилею. Еще про здоровье напишите. Может быть, главные законы страны будут формулировать люди с профильным образованием, а не сильным духом и здоровым телом. Вообще, эта тенденция еще не ушел из спорта, а уже в Госдуме – пугает. Еще в марте проигрывал Фуркаду на трассе, через месяц в Инстаграме признается в дикой любви. Сами можете догадаться, к кому. Осенью уже профессиональный политик. Почему все эти спортсмены и актеры лезут в политику? Я понимаю, что это вопрос, который не требует ответа, так как я его уже знаю. Но он все равно у меня возникает. Министр образования ни дня не работал в школе. Конституцию обсуждают актеры и спортсмены. А почему нет? Но в любом случае все эти изменения и предложения яйца выедного не стоят. Потому что это всего лишь информационный шум, призванный отвлечь внимание населения от реальных изменений в Конституции, которые давно уже известны. Но об этом вам расскажут гораздо более компетентные люди. А если вам понравилось это видео, вы отлично знаете, как мне это показать. Обязательно поддержите этот ролик лайком. Кроме того, если вы впервые на моем канале, то нажмите на кнопку подписаться и не забывайте про колокольчик. Ведь если вы на него нажмете, то вы будете получать уведомления всякий раз, когда я выпускаю свой новый ролик. Отдельное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Большое спасибо за поддержку. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 в Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.